Мы пришли сюда рассказать о том, что Господь приготовил людям, которые вытворяют то, что здесь в рулетке делается. И рассказать о великой радости, что Иисус умер и воскрес третий день для нашего прощения. И кто просит прощения, получит прощение грехов. Верующим в Сына Божий иметь жизнь вечную, а они верующие не увидят жизнь, но гнев Божий пребывает на Нем. Мне интересно, Иисус и прощат в летку знал? Да. Здесь с Содом проклятие какое-то, но мы нашли уже здесь больше 600 человек, которые желают слышать о Боге. Мы пришли сюда как врачей к больным людям. Так, ладно, вам мира, покоя, здоровья, удачи. А вот вы хотите больше узнать, вы можете зайти на наши ресурсы. У меня огромный есть видеоканал, 20 тысяч роликов. Да? Да, мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. А одна деревня на всю страну такая. Вы еще и ради Бога создали канал? Ну, так вы зайдете, увидите, посмотрите. Вот, мы говорим об этом открыто, а у нас фильмы сняты. Если зайдете на... Просто в скайп, скайп Игнатий Лапкин, это я. Я все ресурсы могу скинуть. У нас очень большие ресурсы. Есть сайт свой. Там 50 книг моим голосом насчитанные. И моих книг, 38 томов. Ладно, вам здоровья, крепко. Всего хорошего, с Богом, ищите. По скайпу Игнатий Лапкин. С Богом. Мы с вами встретились. Мы пришли сюда, чтобы возвестить волю Божию, которая изрещена в этой книге. Не выключайтесь только, не торопитесь. Я буду отвечать на ваши вопросы, если они будут. Потому что Слово Божие... Так. Вопрос. Да, пожалуйста. Разврата Содома и Гаморры. Возвестить волю Божию, чтобы люди перестали грешить. И самую радостную весть принесли, что Иисус умер за грехи людей и воскрес в третий день, чтобы даровать прощение. Если у вас есть желание поговорить, только чтобы матерков не было, мы можем побеседовать. Я буду отвечать на ваши вопросы. А ты, отец, православную церковь? Отец, ты православную церковь? Да, православная церковь, которая открыта официально. Ну, и так видно, что если я крещу, значит, я не сектант. У сектантов этого нет. Если я с бородой, это означает, что я не католика православная. Даже только глянуть, уже понятно. Я учусь с тобой вместе. Я знаю, когда нашу Русь крестили в 889 году. Князь Владимир ее крестил. Да. Да, я брат? Ну, да. Отец. Да. Вы можете разговаривать, чтобы не заматериться ни разу? Вот не материтесь. Вот у вас вид такой, как вот бывает обкуренные где-то. Вы нормальные? Нет? Нет? Что-то вид, как после глубокого будуна называют. Я устал. Я брат. Видно, что молодой. Мне 81 год. Или никто не скажет, что я пьяный или обкуренный. Вот если у вас будет желание узнать больше, маленько протрезвитесь и выйдите по скайпу. Игнатий Лапкин, это я. Я вам отвечу на любой вопрос. Молитву и шлю. А дед, хочешь ли я тебе расскажу, что со мной произошло? Да можешь мне не рассказывать лично, чтобы не было какой-то тайны. Я не хочу тайны. Тайны не было. Я разбился на мотоцикле с другом. Ну, с знакомым парком. Ну, уже только... Я разбился. Да. Я в физической смерти. Я не берусь в сердце. Я перестал жить. Ну, да. Но я обратно вернусь. Ну, могу вам так вот сказать. И знаете, что я вам могу сказать? Никуда. Не видел я там ничего. Не видел. Абсолютно не видел. Друг ко мне только приходил. Ну, он сказал, что не рано видел еще. Сон не снился. Ну, когда я был еще... Я весь переломан, на самом деле. У вас в доме такая книга есть? Есть у меня. Вы в храм сходите, достаньте. И сходите на исповедь к священнику. И все поправится. Чтобы верой во Христа. Я вам как дам, когда у вас ничего нет, голое место? Где голое место? У меня? Голое место в комнате у вас. Потому что нету Библии. Я не могу сослаться ни на что. У вас веры-то нету. А вы пойдите в храм. Купите хотя бы новый завет Евангелия. Сходите к священнику на исповедь. А можно попросить тебя по молитву за человека? Как тебя звать? Меня. А как я могу молиться, который в глаза не видел? О ком молиться-то? Она Божий человек. Она очень много добра, вера, одесса. Вот, одесса, я знаю, очень наш, как очень наш. Ну-ка, просчитай. Давай, просчитай, знаешь или нет, я посмотрю. Да. Считай. Отче наш, что ижеси на небеси, и светится имя Твое, и будет в царстве Твое, и окажа на небеси и на земле. И дай нам хлеб наш насущный. И дай нам долги наш, и окажа на небеси и на земле. Не веди нас в свое искушение. Я... Ну ладно, пока не надо, он не дает вам. Вы даже впереди пропускать сделали-то. Три ошибки уже сделали, то, что считали. Да будет воля твоя, даже пропустили. Сейчас, секунду. Так, все, пока, больше не будем говорить, чтобы не нагрешили больше. Зайдите по скайпу, запишите. Скайп, Игнатий Лапкин, это я, трезвый. И я вам там все отвечу. Запишите. Ну, хочу я, я не вижу, что ли. Я вижу, что ты полумертвый. Давай, запиши. Ты не то, что отче наш. Ты свое имя-то. Вот пить давай скорее. Можете разговаривать без руганий, без матерков? Можете разговаривать? А я всегда без мата общаюсь. Ну, смотрите. Мы пришли сюда возвестить волю Божию. Что ожидает людей за то, что здесь есть? Здесь половина обкуренная, как говорят, после глубокой пьянки. Половина голые мужики. Процентов 90 мусульмане. Это место Содома и Гаморры, готовые к сожжению. Может быть, но ведь вы же тут же находитесь тоже. Мы не просто находимся. Мы здесь ищем людей, которые могли бы выйти из этого греха, принять Христа спасителем своим. Мы свидетельствуем о Боге. Хорошо, я понял вас. Я понял вас. У меня тогда к вам чисто практический вопрос. А спасать-то от чего? Поближе микрофон держите к себе. Я говорю, спасать-то от чего? От грехов. Спаси нас, Господи, от грехов, от безумия нашего. Знаете, последний раз, что меня спасло от какого-то греха? Вот знаете? Нет, конечно, я человек. Откуда я могу знать? Бронежилет. Он моя Библия. То есть не отвергнет молитвы. Мы говорим о Христе, о великой радости, спасении. Слушайте, а можно у вас один вопрос спросить? Да не один можно, сколько желаете. Секунду, не отключайтесь, сейчас найду только. Смотрите, а такой крестик носить вообще можно? А что, почему так изображен крестом? Стрелы какие-то. Крест должен быть простой. Ну, то есть вот такой обычный самый. Ну, да, такой. Вот такой нельзя, да? Я не сказал нельзя, но я знаю, что все это скрывает. Вот который там виден, крест, который прямой, а все остальное можно отпилить, и крест останется. Так, а что вот эти, значит, вот? Да не надо объяснять, потому что этого нет на кресте. Христос умер, крест был поперечен, и надпись больше ничего не было. Вот там, которые прямые линии идут, прямые линии. Вот такой крест был. У нас у православных внизу еще вот такая косина есть, но ее и там и не было. Простой крест, четырехконечный, ровный, совершенно так и так поперечен, ровный, все концы ровные. Я понял, просто при крещении мне этот крест подарил. Я не знаю просто где. Вы покажите священнику. Я показывал, он прекрасно видел, все нормально сказал. Не знаю, это ненормально. На крест ничего нельзя навешивать. Это жертвенник Христов. Да. Ну, конечно. Вы даже на Спасскую башню залезли бы, и там тряпок каких-то навешали, но ясно, что уберут. Если флаг российский, то нельзя на него какие-то там значки, даже звезду героя нельзя повешать. Почему? Стандарт определенный. Красная так в крови рождается, синяя полоса. Думайте о небе. Белая будет великий белый престол, где Бог будет судить людей. Русский флаг единственный в мире, вневременный, внеконфессиональный, вненациональный. Он один на все времена. Божественный. Я понял вас. Спасибо. Спасибо. Вот если у вас будут вопросы, вы можете заинтересоваться. Вот мы конкретно, единственная в Российской Федерации, получили землю и строим деревню православную, где все верующие. Смотрите. О, молодец. Мы вас, мы приветствуем именем Господа Иисуса Христа всякое добро. Мы даже людям сказать, что Иисус умер за грехи людей и в третий день воскрес, чтобы даровать прощение. И нужно веровать по-православному. Идти в храм на исповедь. Откуда ты? А из кухни. Где? С кухни, с кухни пришел я. Да, я не знаю. Я не знаю эту страну. Я из Петербурга. Ну, у вас написано, что вы в России находитесь? Я не понимаю русский хорошо, потому что я только чувствую, еще чувствую русский язык. А вы кто верите, как, православный или мусульманин? Нет, христианин. Христианин, да? Христианин. Ну, я вижу. Вот. А вы русский, он русский язык совсем не знает? Нет, я только чувствую. Ну, я вам могу дать свой ресурс, канал. У нас есть канал. Канал, да, канал. В Ютубе, Ютубе, канал. Да, да. Вот. А вы по-английски знаете? По-английски. Да, по-английски, да. И can we speak English? Да, да, да. And do you understand? What? I say you about Holy Bible. About Jesus Christ. Yeah, yeah. Понятно. This is our Savior. Yeah, we know. Thank you. Пока-пока. Вы зайдите, Игнатий Лапкин, в Skype. Я вам там многое дам в Skype. Игнатий Лапкин. Новый год. Спасибо, Христос. Во славу Божию. Okay. Это не мой. И мне это не важно. И мне что это? А вы не верите, что написано в ней? Вы, наверное, верите в это, да? Да, да, Карам. И можете считать? Да. Что написано? А тут написано так. Пятая сура. Сура. Сорок седьмой аят. Мы христиане, я православный. И там написано, что мы, люди Писания. Писание, вот. Это Бог дал нам. Там написано. Инжина, Евангелие. И тот, кто написал в эту книгу, там написано, чтобы мы не нарушали Евангелие. Вот у нас многие называются верующие. А сами пьют, курят. Курят. Что попало делают? А мы должны жить чисто. Интересно жить в Боге. Благодаря за все Бога. Вот у вас есть намаз совершают пять раз, а у нас девять раз. И каждый раз сто поклонов. Молимся и совершаем поклоны. Это щетки. Если у вас будет желание встретиться, то в скайпе зарядите. Игнатий Лапкин. Это я. И наш канал называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Канал, канал. «Во свете Библии». Там 20 тысяч роликов наших. Ага, да. Какой канал? Канал на Ютубе. Ютуб. Ютуб, да? В Ютубе канал. Называется. Игнатий Лапкин. Это я. И там вы узнаете все. Давай, Сильков, давай. Ну, во славу Божию. Христос умер за наши грехи и воскрес. Христос прибитый был. Иисус Христос. Это не Иисус Христос. Это Иисус Христос. Это не Иисус Христос. А кто? Это другой был. Нет, другого не было. Две тысячи лет христиане верят. Это не Иисус Христос. Иисус Христос. Видишь, как сатана боится. А это не он. Это он и был. Сатану разморжил в голову его. Нет, это не Иисус Христос. Да. Это другой человек. Никакого другого не было. Никто не может умереть за грехи людей. А он умер за грехи людей и воскрес. Это пишут ученики его. Ученики. Чего ты, дурья? Это не Иисус, брат. Это Иисус Христос. Это история, я знаю. Это вы знаете не историю, а ложь под именем истории. Это не ложь. Это правда, до Корана писали. Зачем мне чужую книгу брать, когда тут написано. Написано, Бог дал нам инжил. Инжил дал. Инжил, значит, Евангелие. Вот здесь вот написано, Бог дал нам инжил. Пятая сура. Пятая сура, 66 аят. Инжил, Евангелие. Инжил. Это Евангелие. В Евангелии написано, как он страдал, умер на кресте. Это Иисус Христос не умер на кресте. Ну, вы не знаете ничего. Просто сатана мозги спудрила. Я знаю эту историю. Откуда вам знать, когда вы дня не молились? А вы начнете молиться-то девятикратно в день-то. Из вас эта дурь-то поползет, вся уйдет. А что ты дурь? Да. Всего хорошего. Дурь-то поползет, вся уйдет. Дурь-то поползет, вся уйдет.